Мы находимся сейчас на турнире Ивана Рыгин по вольной борьбе. С нами директор, как правильно, сформулируйте, я не очень разбираюсь. Директор Академии борьбы имени Дмитрия Георгиевича Медяшвили, Кривошеев, Аркадий Вячеславович. Аркадий Вячеславович, расскажите, пожалуйста, что прямо сейчас в 11 начнут соревнования, а какие? Ну, сегодня начинается уже третий день 31-го международного турнира Гран-при Ивана Рыгин. В предыдущие два дня вчера было торжественное открытие, очень помпезное, красивое, потому что открытие этого турнира, оно всегда является изюминкой турнира. Так начинается турнир, так он дальше продолжается, вернее, как начнется, так и продолжится. Поэтому вчера уже была борьба за медали, был разыгран первый комплект медалей и довольно-таки успешно для Красноярского края. У нас два чемпиона, Ольга Хорошавцева, 55 килограмм, стала чемпионкой этого турнира. И Страил Касумов, 70 килограмм, стал чемпионом в 70 килограмм, победив в финале известного спортсмена, чемпиона мира действующего. В 2019 году он выиграл чемпионат мира в Нур-Султане, Баев, очень сильный борец из Алании. Поэтому очень была достойная яркая схватка, запоминающаяся. То есть, можно сказать, Красноярск, как мировая столица вольной борьбы, не сдаёт своих позиций до сих пор и продолжает выращивать настоящих чемпионов? Вы абсолютно верно говорите, что это мировая столица борьбы, потому что в 1997 году проходил чемпионат мира по вольной борьбе здесь у нас, в Красноярске. Теперь у нас в планах 2022 год, когда мы взяли обязательство на себя на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе, уже не просто по вольной, а по спортивной. С четырьмя дисциплинами. Это вольная мужская, женская, вольная борьба, греко-римская и как тестовое мероприятие будет грэплинг. Сколько участников собралось на таком масштабном мероприятии? Турнир очень статусный. Спортивный год у спортсменов начинается именно с этого турнира, поэтому акценты делаются на этот турнир. С него формируется сборная команда России для участия в чемпионате Европы. Ничего себе. Поэтому более 300 спортсменов, мужчин и женщин участвуют в этом турнире. Из 12 стран? Из 13 стран. И вот на фоне нас пьедесталка, на который уже сегодня взойдут тоже спортсмены, вы можете следить за турниром на нашем канале. Сегодня ночью в 12.15 по красноярскому времени пройдет трансляция и также завтра в воскресенье в 9 часов вечера. Следите, обязательно будем держать вас в курсе событий. Спасибо вам большое, желаем удачи, чтобы красноярские все будем болеть за наших. Желаем удачи, чтобы вы занимали веса. Приглашаем на наш турнир, который является визитной карточкой Красноярского края. Ждем гаража. Приходите, пожалуйста.